Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас обзор очень нашумевшего бюджетного бренда Lamelle И как вам скорее всего стало понятно по названию этого видео, какой-то сильной любви у меня с этим брендом не случилось Здесь есть откровенно классные продукты, есть, скажем так, посредственные и есть абсолютно отвратительные В общем-то все как у всех и сразу скажу, что все о чем я буду говорить сегодня это только мое субъективное мнение, а не факты Это то, как эти продукты сработали для меня и если у нас с вами сходятся в чем-то вкусы, то возможно для вас мой обзор будет очень полезным Ну что ж, давайте приступать Сейчас вот этот макияж, который вы видите на мне, по большей степени выполнен косметикой Lamelle И чуть дальше мы с вами перейдем к части видео, где я буду все это наносить на лицо и комментировать А сейчас я хочу больше сосредоточиться на том, что не попало именно конкретно в ту порцию видео И давайте, наверное, начнем с того, что мне абсолютно не понравилось Это палетка, которая называется Nude Beauty Вообще, когда я ее только увидела, я подумала, что это офигенная просто растяжка оттенков Плюс здесь все абсолютно тени матовые Кажется, что здесь есть абсолютно все нужные оттенки для того, чтобы построить какую-то определенную форму в матовых тонах А потом разбавить это чем-то более веселым, каким-то металликом или глиттером Но когда я начала делать макияж с помощью этой палетки, я поняла, что тени абсолютно не пигментированные Они очень плохо тушуются, плохо ложатся И даже используя абсолютно все темные оттенки, у меня получилась какая-то серая невзрачная грязь на глазах И после того, как я попробовала эту палетку, мне, честно говоря, захотелось пойти смыть макияж И сделать тушевку чем-то другим Вот настолько все плохо для меня было, что я даже не смогла это как-то спасти Вот этот ряд очень светлый и малопигментированный Вот этот ряд по свочам может выглядеть немножко более впечатляюще Но на глазах мне абсолютно не нравится, как выглядят эти оттенки Может быть другие в этой линейке получше, но это мне вообще категорически просто не понравилось И стоит она, ну, не так, чтобы сильно дорого Но в то же время, я считаю, лучше чуть-чуть добавить и купить ту же Colourpop палетку Потому что там тени гораздо лучшего качества Ну, либо если у вас только вот такой вот бюджет и вы ни в коем случае не можете потратить больше То лучше купить от Makeup Revolution что-то Потому что там, в принципе, за те же деньги можно купить палетку Еще в сегодняшнем макияже я не использовала вот эту вот подводку Она называется Stamp Liner И Stamp Liner она называется потому, что с одной стороны здесь вот такой вот штампик Трафарет в форме стрелки Что касается стороны именно подводки, то она вполне нормальная Я с ее помощью сделала вполне приемлемую нормальную стрелку Она красивая, черная, не растекалась Вот, в принципе, здесь никаких претензий нет Что касается стороны штампа, то, на мой взгляд, это бесполезная штука Потому что вот эти трафареты не работают Вот какие ни возьми Если вы не умеете делать стрелки, вам это не поможет Потому что в стрелках главная симметрия И этот штамп вы можете ляпнуть и так, и так, и так, и так, и так И в зависимости от его направления у вас все равно будут косые стрелки Если вы их не умеете правильно рисовать Более того, штамп пришел таким полузасохшим И я поч... вот видите, как он отбивается То есть это не треугольник, который должен быть И вообще, вы знаете, этот штамп мне напомнил абсолютно аналогичный продукт Который недавно заказывала клиентка через Simplum на Алиэкспресс Там этот продукт выглядит абсолютно идентично Единственное, он там более чем в два раза дешевле Я не знаю, насколько он там хорош по качеству Я не пробовала его Просто мне это напомнило, потому что буквально недавно она это заказывала А сейчас я прерываю свое видео для очень важного сообщения для моих кофеманов Если вы такой же любитель кофе, как и я, советую заценить вам интернет-магазин JustCoffee.ru Здесь вы найдете просто огромный ассортимент свежеобжаренного зернового кофе С подробным описанием вкусовых качеств и способа приготовления Благодаря фильтрам на сайте вы сможете подобрать кофе по его виду, способу приготовления, обжарки, горчинки и даже части света, из которой он привезен На сайте бесплатная доставка и прогрессивные скидки от объема заказа А самое главное, если вам что-то не понравилось, вам вернут деньги Вот это прям реально молодцы Также здесь широкий ассортимент кофеварок и жерновых кофемолок от ведущих брендов Ссылка на сайт в описании, обязательно познакомьтесь с этим магазином Эта часть видео была выполнена на коммерческой основе, а теперь давайте вернемся к ламе На вот этот продукт я не видела ни одного негативного обзора Все его очень хвалят, сравнивают с аналогичными тенями с глиттером от Stila Я здесь могу добавить только то, что я скорее присоединяюсь к этим хвалебным отзывам Потому что реально тени неплохие Это жидкие тени с глиттером, вернее скорее это даже жидкий глиттер Потому что в идеале этот продукт круто смотрится уже поверх существующего какого-то макияжа У меня эти тени в серебристом оттенке И вот в таких вот насыщенных темных смоки вот такие вот тени смотрятся конечно отлично Я вам сейчас показала вставку Это макияж, который я делала для IGTV И его можно посмотреть у меня в инстаграме, прям полностью как я его делала Поэтому если вам понравился этот макияж, заходите в мой инстаграм А сейчас я вам покажу продукт, в который я реально влюбилась Вот это действительно крутая штука, которая может заменить мой текущий фаворит И я сейчас говорю о карандашах для губ Они называются просто Lip Gel Liner И это на мой взгляд абсолютный аналог таких же карандашей от Colourpop Это тоже кремово-гелевая текстура Очень легко наносится, при этом хорошо держится, красивые оттенки Colourpop карандаши стоят больше чем в два раза дороже Поэтому тут для меня сработал принцип, зачем платить больше Что касается их помад, то у меня раз, два, три, четыре, пять разных Это разные линейки Начну с абсолютно отвратительной, которая мне совершенно не понравилась И у которой, судя по всему, бракованная упаковка Потому что она мне залила вот своим содержимым весь стол, всю косметику Короче, мне тут пришлось все очищать после нее Что касается самой помады, то это действительно такой виниловый финиш Очень насыщенный, глянцевый Такое впечатление, что я нанесла какой-то тугой гель В котором как-то вот так вот плавает пигмент И не знает, к какому берегу ему прибиться Очень плешиво лежит на губах Сразу начинает вот так вот в морщинке растекаться И создавать нечеткий контур Ну, соответственно, совершенно нестойко А, кстати, помадка, которая наоборот достаточно неплохая Это вот эта вот из серии Matte Это классическая помада по своему виду У меня это оттенок номер 152 Оттенок мне здесь не нравится совершенно Потому что это такой светло-светло какой-то лиловый Или светло-светло-розово-лиловый оттенок Который мне просто категорически не идет Но в то же время сама помада по качеству мне понравилась И по своему тоже составу она неплохая Здесь в составе вода, касторовое масло, ланолин, пчелиный воск, витамин Е, SPF фильтры И дальше идут некоторые там консерванты и так далее Но по первым ингредиентам в составе сразу понятно, что это очень такое что-то питательное и увлажняющее И на губах действительно очень приятно лежит Поэтому вот другие оттенки я бы попробовала у этой помады Но вот эта мне не понравилась Еще у меня есть помадка из серии High Moisture Serum Lipstick И вот ее название, мне кажется, полностью соответствует тому, как она себя ведет на губах Это очень гелевая помада И когда вы ее наносите, реально такое впечатление, что у вас какая-то сыворотка на губах Очень приятное, комфортное ощущение Абсолютно никакущей стойкости Но это нам и не обещают Вы знаете, это такая помадка, которая хорошо пойдет, когда у вас губы в каком-то просто ужаснейшем, кошмарном, отвратительном состоянии А помада Instagirl это такая максимально классическая кремовая помада Хотя она в такой более нестандартной упаковке Но в то же время на губах она ведет себя вот просто как вот абсолютная классика Комфортная на губах, пигментированная, легко наносится В общем-то тоже у меня от нее в принципе положительные впечатления Фух! И последняя помада, о которой я хочу вам рассказать Это жидкая матовая помада из линейки Matte Cream Вот такая, я бы сказала, наверное, посредственная матовая жидкая помада Легко наносится, достаточно пигментированная Не слишком пересушивает губы Но в то же время есть ощущение такой сухости, стянутости Чем дольше вы ее будете носить, тем больше она будет стягивать губы И скорее всего разрушаться с внутренней стороны губ И еще есть у меня одна игрушка Это скраб для губ в виде помады И это именно то, что вы себе и представили То есть вот выглядит это все как обычная помада Но в то же время здесь в составе бальзама Скрабирующие частички И принцип заключается в том, что вы как бы ее наносите И при этом скрабируете губы Пахнет, кстати, очень приятно бананом Прям такой насыщенный банановый аромат у этого скраба При этом как скраб эта штука абсолютно не работает Ну, по крайней мере, на моих губах так точно После того, как вы помассировали губы И стряхнули вот эти вот отшелушивающие частички Остается такое слегка новозелиненное чувство Но ничего сверхъестественного, на мой взгляд Остальные продукты, которые я сейчас держу в руках Я использовала в сегодняшнем макияже Здесь и палетка теней, и тушь, и консилер, и праймер В общем-то, очень много всего И я предлагаю сейчас вернуться немножко назад во времени Когда я буду без макияжа И приступить к выполнению того, что вы видите у меня на лице Мои поры и покусанные губы в макро 4К Ну что ж, давайте приступать Как видите, макияж глаз я уже начала И я сделала такую более-менее базовую тушевку С помощью палетки Colourpop Yes, Please Я там использовала практически все матовые оттенки И я хочу его дополнить сейчас палеткой Lamelle Которая у меня есть Эта палетка называется Pigment Studio for Makeup Artists Не знаю, почему именно для визажистов она Но тем не менее Вот палетка выглядит вот так вот То есть явно с такой палеткой Все базовые тылы должны быть прикрыты То есть у вас в коллекции в любом случае Должны быть какие-то качественные матовые оттенки Для того, чтобы дополнять это все дело вот какими-то вот такими вот металликами Как мне кажется, палетка очень удачная Потому что здесь очень такие ходовые оттенки Которые вполне можно использовать и на каждый день И на какой-то праздник, и на вечеринку Здесь преимущественно металлики Только за исключением вот этого оттенка Вот этот, это скорее как спрессованный глиттер Все остальные тени лучше всего наносятся Либо пальцем, либо влажным способом Для того, чтобы нанести, в идеале лучше вот так вот просто кистью поелозить там Набрать этот пигмент Тени достаточно рыхлые Поэтому я и говорю, что лучше всего они наносятся влажным способом Потому что сначала вы набрали такую как своеобразную пыль А потом сбрызгиваете это фиксирующим спреем И кстати фиксирующий спрей я буду тоже использовать от Lamelle Здесь в названии сразу мы видим наглое вранье о том, что это матовый финиш На самом деле абсолютно это не матовый финиш Но кстати этим грешат практически все фиксирующие спреи Потому что они на основе полимеров А полимеры они создают такую своеобразную пленку на лице За счет чего собственно и фиксируется макияж Но эти полимеры они имеют вот такой вот более глянцевый финиш Тем не менее меня радует, что в этом спрее хотя бы нет спирта Это уже огромный ему плюс Единственное у него очень резкий запах Поэтому если вы реагируете на запахи То возможно он вам не понравится Мне этот спрей не понравился Но тем не менее для того, чтобы вам его продемонстрировать Я его буду использовать Спрей у него тоже достаточно агрессивный, такой мощный И в лицо он именно больше плюется, чем распыляется как бы тоненькой пленочкой Ой, этот оттенок прям очень сюда красиво подходит Эти оттенки не сильно насыщенные То есть пару раз нужно вот так вот повторять одни и те же манипуляции Пока вам не понравится, что у вас получается А во внутренний уголок давайте нанесем вот этот вот оттеночек И все будем делать абсолютно тем же способом Я, кстати, пока делала тушевку тенями колорпоп Слушала песни Камилы Кобелью И мне попалась песня Crying in the Club, по-моему она называется Я ее первый раз слушала И там такие слова Ain't no crying in the club Что-то типа того А я слушаю эту песню И все, что я слышу, это Ain't no crying in the club Ain't no crying in the club И я вот не могу поверить Вот она, когда записывала эту песню Ей что, вообще никто не сказал об этом? Или это только я слышу? Я не знаю У меня возникла просто гениальная идея Я придумала, как использовать в этом макияже вот этот оттенок теней Потому что мне хочется его вам показать Я подумала, что можно взять Duraline Смешать его вместе с этим оттенком И сделать из него подводку Давайте поиграем в химиков Иди сюда, дорогой Сразу скажу, что я своими необдуманными действиями могу сейчас просто испортить макияж Ну да ладно Кисточку какую-то я лохматую взяла По-моему, это очень красиво и очень классно сочетается с этим макияжем Единственное, хвостики я с помощью вот такой вот кисточки не смогу сделать Я не знаю, кто ее распотрошил Но сейчас я найду другую и сделаю хвостики Так, по-моему, это успех Рекламная консилер Гудини Представьте себе рекламную кампанию Этот консилер бесследно исчезнет И вы никогда не разгадаетесь, что произошло Нет, ну реально, я не могу сказать, что этот консилер даже с легким покрытием Покрытие настолько ничтожно маленькое Что этот консилер может понравиться лишь тем, у кого идеальнейшая кожа И кто наносит консилер просто для того, чтобы выполнить этот шаг Знаете, иногда так бывает, когда топовые модели делают какие-то рекламные кампании У них идеальнейшая кожа, они что-то наносят А, мне так нравится А ты думаешь, блин, ну естественно тебе нравится, ты идеальная вообще Я сугубо ради демонстрации сейчас его нанесу Но я его в любом случае буду еще дублировать другим консилером А еще у него просто отвратительный запах Ну вот как бы все Можете сравнить сейчас эту сторону и эту Здесь вообще ничего не нанесено А здесь этот консилер Этот консилер абсолютно недорогой Но мне кажется, что даже консилер от Avon, который я недавно обозревала True Color Вот он гораздо лучше Он тоже не супер перекрывающий Но хотя бы видно разницу, что зона чуть посвежела Даже не чуть, а действительно посвежела И давайте ради сравнения я сейчас нанесу на другую сторону NYX Чтобы все стало более наглядным Ну вот, надеюсь, в таком сравнении немножко более понятно, о чем я говорю Фух, по-моему, так гораздо лучше Давайте я сейчас быстренько что-то соображу на нижнем веке И вернусь к вам для того, чтобы продолжить этот обзор И две песни Камилы спустя я возвращаюсь к вам И сейчас хочу вам продемонстрировать тушь, которая называется Instagirl Эта тушь в первую очередь имеет очень странную щеточку Я сначала, когда вот так вот сделала, я посмотрела на это чудо и подумала О боже, это похоже на какое-то страшное насекомое Но эта щеточка реально очень круто прочесывает ресницы и разделяет их Вот реально одна, наверное, из лучших щеточек, которые я только использовала для своих ресниц Для того, чтобы ресницы выглядели именно, знаете, не паучьими лапками А вот так вот более естественно, как-то пушистенько Но, к сожалению, она отпечатывается Где-то уже к середине дня, то есть буквально через пару часов после нанесения У меня здесь все в таких вот черно-серых пятнах И я этот момент, естественно, засняла Я вам его покажу Это был абсолютно другой день, другой макияж Что касается верхних ресниц, то я такого не наблюдала То есть на новейших веках не отпечатывается Почему она у меня отпечатывается снизу, я не знаю Поэтому сегодня я хочу накрасить только верхние ресницы с помощью этой туши И показать вам, как это все будет выглядеть Ну вот как выглядит эта тушь сама по себе, без накладных ресниц В принципе, результат нормальный Но если бы она не отпечатывалась, я бы вполне ее пользовалась С глазами я закончила, а теперь можно переходить к лицу Тональной основы от Lamelle у меня нет Но у меня есть праймер, который называется Holo Primer И мне так не хочется сейчас его наносить Но, тем не менее, для того, чтобы опять-таки вам его продемонстрировать Я сейчас его нанесу Как бы мне получше описать этот праймер Вот если вам нравится лук железного дровосека из волшебника изумрудного города То, скорее всего, этот праймер поможет вам достичь этого лука Потому что это очень металлический продукт И, скорее, для меня это больше похоже на хайлайтер, который можно наносить поверх макияжа, нежели вниз Еще проблема в том, что он очень блестящий То есть видно конкретные блестки на лице И если потом вы это все перекрываете плотной тональной основой То от него вообще никакого толка А если вы используете что-то такое тонкое и полупрозрачное Видно только отдельные какие-то блестки, которые мерцают у вас на лице И я сейчас хочу нанести его только на те зоны, где уместен хайлайтер Потому что если я опять нанесу на все лицо, я просто опять превращусь в Эдварда Калина Вот видите, вот руки после растушевки этого праймера у меня точно как у железного дровосека И вы наверняка сейчас на меня можете посмотреть и подумать Что ты выступаешь? Ну, красиво же, сияет Но на самом деле это заслуга одной из моих самых любимых тональных основ Я сегодня использовала Estee Lauder Double Wear Nude И она очень красиво сияет, но она точно так же сияет и без этого праймера Время хайлайтера И у меня есть их абсолютный бестселлер, который, мне кажется, хвалят абсолютно все Я еще не слышала ни одного негативного обзора на этот хайлайтер Он называется HD Highlighting Powder Это хайлайтер на основе талька с димитиконом И стоит он действительно очень недорого Единственная претензия, которая у меня к нему есть Это его оттенок Для меня это слишком белый хайлайтер Мне бы хотелось, чтобы хотя бы чуть-чуть было там какой-то золотинки или чего-то такого Потому что для меня он более морозный И скорее из-за этого мне он не настолько сильно понравился, как мог бы понравиться Если у вас кожа светлее, чем у меня, то вам он, скорее всего, очень понравится Потому что по своей текстуре он действительно очень неплохой У меня на скулах только этот замечательный холло праймер, которого уже не видно И вот когда я начинаю наносить Вот на мой взгляд, вот это слишком белый эффект для моего тона кожи Естественно, я это сейчас все растушую для того, чтобы это не так очевидно было Я видела, что у них есть и хайлайтеры в других оттенках Но мне показалось, что они больше рассчитаны на уже такие средние тона кожи Или скорее уже на темные тона кожи А вот что-то, какая-то альтернатива для светлокожих Вот ее все-таки, мне кажется, чуть-чуть не хватает И после того, как я его наношу, что я люблю делать Это брать спонж с остатками тональной основы И вот так вот слегка его прибивать этим спонжем И потом я еще тоже назад бронзир возвращаю чуть-чуть Ну вот и все Последнее, что я хочу сказать в заключении Это то, что, не поймите меня неправильно, я не считаю, что этот бренд провальный И все, что они выпускают, это полный трэш Нет, совершенно нет Но из-за того, что столько много позитивных обзоров Мне хотелось донести до вас мысль о том, что этот бренд В то же время не является чем-то революционным То есть это не какое-то шоковое открытие Которое, вот знаете, затмит там какие-то другие бренды Мне этот бренд очень напомнил Makeup Revolution И Makeup Revolution это тоже такой бренд, который, знаете, иногда купишь И прям в голове не укладывается, как это можно было сделать За такую небольшую стоимость А в другой раз что-то купишь, попробуешь, разочаруешься И просто хочется потом это выбросить Мне кажется, эта косметика больше рассчитана на молодую аудиторию На подростков, на тех, кому слегка за 20 И как бы я сейчас тут не рядилась в молодежную одежду И не делала себе молодежные прически Мне кажется, я слишком стара для этого Я слишком стар для этого, дерьмо У меня совершенно не отпало желание пробовать этот бренд и дальше Я уверена, что среди всего, что они выпустили Пара-тройка каких-то очень крутых продуктов есть Хотя, если честно, после этого обзора я очень сильно сомневаюсь Что мне что-то еще пришлют Потому что не очень такой позитивненький обзорчик получился Но в то же время я здесь не для пиара ссылок, а для обзоров И своей точкой зрения я с вами поделилась Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх И поделитесь этим видео со своими подружками и друзьями Возможно, кто-то интересуется этим брендом И мое видео будет для них полезным Если вы тоже чем-то пользовались от этого бренда Обязательно пишите свои отзывы в комментариях Если вы еще не подписаны на мой канал Обязательно подписывайтесь Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь Также сейчас YouTube предлагает вам другие мои видео И если вы их еще не смотрели То можете еще немного времени со мной провести И посмотреть их А если вы уже их смотрели То мы с вами встретимся в моем новом выпуске Через несколько дней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!